Библейский портал экзегет.ру представляет Уважаемые братья и сёстры, мы продолжаем наше занятие по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать третью главу этого Евангелия. И мы читаем, между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришёл к Иисусу ночью и сказал ему, Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Итак, на страницах Евангелия от Иоанна появляется новый персонаж. Это старец Никодим, который был очень авторитетный среди фарисеев законоучитель, начальник иудейский. И, как мы ниже увидим, он был член еврейского Синедриона, Сангидрина, то есть высшего суда. Как у нас называется, например, Верховный суд. А на такую должность брали людей, которые были знатоки Священного Писания, они хорошо, почти наизусть, знали Слово Божие. И вот он приходит к Иисусу ночью. Почему ночью? Страха ради иудейского. Будучи иудеем, причём высокопоставленным, членом эстаблишмента, физхозаветной церкви, он боится, а как отнесутся к этому его деянию другие члены Сангидрина, Синедриона, и он приходит ночью. На самом деле это очень символично, ведь события, которые описываются в четырёх Евангелиях, это закат Ветхозаветной Церкви, скажем так, ночь, и когда воскресение Христова, в ночи чудо рассвета Церкви Нового Завета. Как Господь говорит, все творю всё новое. Господь, мы знаем из Писания, Он сотворит новую землю, новую землю и новое небо, новый Иерусалим, и Господь хочет сотворить нового человека. И вот беседа Христа с Никодимом, со старцем Никодимом, имеет центральную тему необходимость сотворения нового человека, человека духовного, в отличие от человека плотского или даже душевного. Он говорит, что Он пришёл не просто так. Он называет Иисуса Рави, то есть Учителем, несмотря на то, что по плоти Христос был значительно моложе Его. «Рави, мы знаем, что Ты – учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог». Действительно, весть о чудесах, которые совершал Господь Иисус Христос, она значительно быстрее распространялась, чем, собственно, учение Иисуса Христа. Для нас, христиан, большее значение имеет учение Иисуса Христа, а сами чудеса, которые Он творил, они для нас не имеют такого значения, как для людей того времени. Тем более, что любое чудо является объектом веры, а для нас, православных христиан, самое великое чудо является сама вера в Иисуса из Назарета как в Сына Божия и Мессию. А самое главное чудо для нас – это как в нашей грешной жизни обнаружилась эта вера, как мы стали христианами. Вот это чудо собственного обращения в Христову веру, оно сравни как бы с воскресением из мёртвых, когда мы пропадали в грехах, в беззакониях, но во Христе и со Христом мы стали теми, кем мы стали, милостью Божией. При этом мы видим, что Никодим не видит в Иисусе Христе Бога, в отличие от апостолов, простых, некнижных людей. Он утверждает, что очевидно, что с Иисусом Бог, если Иисус творит такие чудеса. Бог был и с Моисеем, и с пророком Ильёю, и с Элисеем, и с другими людьми, которые тоже творили великие чудеса и знамения. Но Христос больше, чем человек. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Здесь Христос как бы говорит, «Ты видишь только часть картины, тебя поразили чудеса, может быть, какие-то слова, которые я говорил, но если ты родишься свыше, если сам Бог прикоснётся к тебе, тогда ты познаешь и обо мне значительно больше». Ведь когда в Кесарии Филипповой апостол Пётр исповедовал Иисуса из Назарета Сыном Божьим, то есть Богом, и Мессией, на это Христос сказал, «Не кровь и плоть открыли тебе это, но Отец Мой, Который на небесах». И всякий христианин, который верит в Иисуса Христа, как Сына Божия, то есть в Бога, света от света, Бога истина от Бога истина, это значит сам Бог, Отец прикоснулся к Нему, потому что кровь и плоть не может открыть нам эту тайну, которая в посланиях апостола Павла называется «Великая беспрекословие тайна». «Бог явился во плоти». А в Евангелии от Иоанна, который мы изучаем, сказано «Слово было Богом и ниже, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодать и истины». Итак, Христос призывает Никодима родиться свыше. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Здесь мы как раз видим, что Никодим – духовно нерождённый человек, он рассуждает и думает по плоти. И когда ему говорят о рождении свыше, ему ничего не приходит на ум, кроме рождения от плотской матери. И он недоумевает, как может человек, особенно такой пожилой, как Никодим, родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И Иисус отвечал, истинно, истинно, говорю тебе, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие». Вот эти слова, они исполнены глубочайшего сатириологического смысла, и мы посмотрим, как святитель Иоанн Златоуст объясняет эти слова. «А если кто спросит, как от воды?» Спрошу и я, как от земли? Как брение преобразовалось в различные виды? Каким образом из вещества однородного земля ведь одна произошли творения различные и разнообразные, откуда кости, нервы, кровоносные сухие жилы, как вначале, в основании творения положена была земля, всё же дело принадлежало создателю, так теперь в основании полагается вода, а всё дело возрождения принадлежит благодати Духа, то есть Духа Святаго. Помните, как при сотворении первого мира и Дух Божий носился над водою? Златоуст продолжает. «Тогда уже по совершению творения в конце был создан человек, а ныне напротив новый человек творится прежде нового творения, о чём здесь пишет Златоуст, тогда уже по совершению творения, то есть когда Бог за шесть дней создал всё и вся, последним творится человек». Новый человек напротив творится прежде нового творения, то есть сначала появятся новые люди, потом изменится небо, изменится земля, будет новый Иерусалим. У пророка Исаии сказано, луна будет светить, как солнце, а солнце будет светить в семь раз ярче. Но если первый человек, Адам, перстный, творится после того, как сотворён весь мир, мир, который пал в грехе, то второй мир, мир Божий, о котором мы молимся, да будет воля Твоя как на небе, так и на земле, его сотворение нового неба, новой земли, нового Иерусалима начинается с Тебя и с меня, когда мы рождаемся свыше. Так понимает эти слова Иоанн Златоуст. Новый человек творится прежде нового творения. Сперва он рождается, то есть рождается в духе, это не о плотском рождении, а потом уже мир преобразуется, в том числе через рожденного свыше человека. Русская традиция святоотеческая выражает это словами «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Златоуст продолжает «Первое творение Адама было творение из земли, а после него создание жены из ребра, потом происхождение Авеля от семени, но мы не можем ни постигнуть, ни изобразить словом этих творений. Как же мы можем дать отчет относительно духовного рождения через крещение, рождение, которое гораздо выше тех, о каких можно требовать от нас соображений об этом рождении чудном и необычном, все же делает Отец, Сын и Святой Дух. Поверим же Слову Божию, оно вернее нашего зрения. Зрение часто и обманывается, а это слово погрешать не может. И Амбросий Медиаланский писал «Кто есть рождающийся Духа и кто есть становящийся Духом, как не тот, кто обновляется Духом ума своего? Это, конечно, тот, кто возрождается водою и Духом Святым. Возрождение водою – это таинство крещения, возрождение Духом – это таинство миропомазания, когда священник помазывает крещеного миром и произносит слова «Печать Дара Духа Святаго», «Печать Дара Духа Святаго». И теперь смысл жизни христианина раскрывать печати Дара Духа Святаго в дарах и плодах Духа Святаго. Амбросий продолжает «Ибо через купель возрождения и обновления в Духе Святом мы обретаем надежду жизни вечной». И в другом месте апостол Петр говорит «Вы же креститесь Духом Святым». Кто же есть крестящийся Духом Святым, как не тот, кто возрождается через воду и Дух Святой. Поэтому о Святом Духе Господь сказал «Аминь, аминь, говорю тебе, если кто не будет возрожден водою и Духом, не может войти в Царство Божие». И потому впоследствии Он, Христос, сказал, что мы рождаемся от самого Духа, о котором ранее говорил, что мы им возрождаемся, и это речение Господне. Я опираюсь на написанное не на доказательство. Это трактат Амбросия Медиаланского о Святом Духе. Почему он оканчивает это рассуждение словами? Я опираюсь на написанное, не на доказательство. Он как бы говорит, мне не нужны доказательства, если в Слове Божьем написано так, как в Нем написано. И что происходит далее? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И далее, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от духа. Действительно, действия духа неуловимы. Когда Господь наш Иисус Христос жил на земле в одни своей плотской жизни, жизни во плоти, люди могли догадаться, где его можно встретить, где его можно увидеть, где его можно найти. Но Христос сам говорил, лучше для вас, если я пойду к отцу, умолю отца, и он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. И он взошел на небеса, он умолил отца ценой своих страданий, и Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на церковь. И каждый из нас крещенных, православных христиан, мы пережили свою Пятидесятницу в таинстве Святого Мира Помазания, когда освященным миром были запечатлены благодатью Духа Святаго. «О Дух Святой, сокровище благи и жизнеподателю, прииди вселиси вны и очисти на всякие скверны». Такими словами мы молимся, когда обращаемся к Духу Святому, который дышит где хочет. Илари Пиктовийский пишет «Обладая верою в мое возрождение, я не постигаю ею и тем, чего не знаю, уже обладаю». Этими словами Илари Пиктовийский пишет «Я не понимаю до конца действия Духа, но я знаю с полным доверием Священному Писанию, что в Таинстве Мира Помазания Духом Святым запечатлен». Христос говорит «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет и голос его слышишь и не знаешь откуда приходит и куда уходит, так бывает со всяким рожденным от Духа». Может быть, нам, православным христианам, хотелось бы, чтобы Дух Святой дышал бы только в собрании верных. Таких же, как и мы, православных христиан. Но Церковь с этим не соглашается. Церковь говорит, что призывающая и предваряющая благодать Духа Святаго касается каждого человека, живущего на земле, независимо от его религии, национальности, цвета кожи, призывающая благодать. Говорят святые отцы, это непрерывный поток, который изливается на все человечество. Мы им, Духом Божьим, живем, движемся и существуем. Но призывающая благодать не является спасительной благодатью, ибо на призыв надо ответить согласием и только православные христиане на действия призывающей благодати Духа Святаго отвечают согласием, принимают святое крещение, проходят через миропомазание, живут полнотой церковной жизни. Но ни об одном человеке, ни об одном человеческом сообществе нельзя сказать, что оно абсолютно безблагодатно. Бог промышляет о всем творении и призывающая благодать Духа Святаго касается каждого человека в той или иной степени. Дух дышит где хочет и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно я говорю тебе, мы говорим о том, что знаем и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельство нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Божий, сущий на небесах. Здесь Христос приоткрывает тайну своего божества, ведь Никодим смотрит на него, как на равена, человеческого учителя, почтенного Бога, творящего чудеса, а Христос говорит о себе как о том, который сошел с небес. И хотя Он говорит о земном, Его не всегда понимают. Что же будет, если Он начнет говорить о небесном? Христос очень часто замолкал, когда люди оказывались неспособными уразуметь Его наставления, Его слова, а когда Он сталкивался с человеческой агрессией, Он просто молчал, и от Него не могли добиться ни одного слова. Если только Его начинали заклинать именем Бога Всевышнего, тогда Он мог ответить, кто Он есть на самом деле. Люди того времени искали разных чудес и знамений. Собственно говоря, чудо решалось, являлось для них чем-то самым значимым, решающим, но не в случае со Христом. Он Сам есть чудо божественной любви и божественного милосердия, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Поэтому далее Он говорит, и как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Здесь тайна нашего спасения. Как Моисей вознес змею в пустыне. А как это произошло в одни Моисея? Иудеи оказались в долине, где было очень много змей. И змеи стали жалить израилетян, так что очень много погибло и мужчин, и женщин, и детей, и стариков. В отчаянии Моисей и Арон не знали, что делать, пока Господь не дал им повеления сделать изображение медного змея на медном столбе. И когда это изображение было установлено, уже ужаленные змеями люди, у которых яд уже проник в их тело и жизнь вот-вот оборвется, взирая на медного змея, получали исцеление. мы все ужаленные и неоднократно дьявольскими грехами, пороками, беззакониями. Кто-то впервые ощутил жало дьявола в самом юном возрасте, кто-то в более зрелые годы, сколько раз, какой яростью, бесовские змеи, грехи, всякие поползновения от лукавого, жалили нас. И если мы выжили, то только благодаря Христу. Каждый год некоторые встречаются со своими одноклассниками и каждый год убеждаются в том, что их становится все меньше и меньше и меньше. А многие умерли совсем молодыми. Они не имели возможности взирать на того, кто мог принести им избавление от яда греха. Сказано взирайте на начальника и совершителя жизни. Медный змей своей металлической медностью показывал, что Христос сковал власть дьявола, сделал неподвижным любое движение его ядовитых клыков. и как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, это произошло во дни понтия Пилата, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. т.е. мы взираем на подвиг Христа очами веры. И мы, взирая на крестный подвиг Христа Спасителя, очами веры, переживаем чудо исцеления вновь и вновь. когда бы бесовская атака не началась против нас, какие укусы не пытались сокрушить нашу жизнь милостью Божией, мы еще живы. И далее звучат слова, которые для всего христианского мира являются словами полными надежды на спасение в Боге и с Богом. Некоторые наши братья-христиане называют эти слова золотым стихом Библии. Давайте вслушаемся в эти слова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ты слышишь, брат? Ты слышишь, сестра? А ты, мое сердце, слышишь? Всякий верующий в Него может обрести жизнь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вечная жизнь – это и есть Христос. Вечная жизнь – это жизнь во Христе и Христом, со Христом, которое, начавшись в этой временной жизни, уже никогда не прекращается. Как я часто говорю в своих беседах, та часть нашей жизни, которую мы проводим в храме, участие в богослужении, в таинствах, чтение писания, духовные беседы, утренние и вечерние молитвы дома – эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, но уже принадлежит жизни вечной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на Евангелии от Иоанна восклицает. Он говорит, что Тот, Которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, причем жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться во власти смерти, если не погибают верующие в распятого, то тем более не может погибнуть сам распятый, кто избавляет от погибели других, тот тем более сам свободен от нее, кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь для себя самого. в Библии сказано, это слова Христа, я принес вам жизнь и жизнь с избытком. Жизнь с избытком это не та куцая жизнь, которую нам обещают безбожники, атеисты, живешь 50-60 лет, потом умрешь, закопают, вырастет лопух на могиле и будь доволен. жизнь с избытком, которую мы имеем во Христе, это жизнь, которая начинается в самих словах Святого Евангелия, который мы изучаем и которая, начавшись в этой временной жизни, не прекращается и в вечности. Григорий Назианзин в своих догматических песнопениях пишет «Прежде всего прославим Сына, чтя кровь, очищение наших немощей, а для меня тем более он чуден, что и Божества не умолил и меня спас, как врач, проникнув на мои зловонные струпы, он был смертен, но Бог, род Давидов, но Адамов создатель, плодоносец, но бестелесен, по матери Деве описан, но неизмерим, он был жертва, но и архиерей, жрец, но и Бог, принес в дар Богу кровь, но очистил весь мир, вознесен на крест, но ко кресту пригвоздил грех, к чему же перечислять все подробности, он приложился к мертвецам, но возбужден из мертвых, а прежде сам воскрешал мертвецов, если одно показывало нищету смертного, то другое богатство бесплодного, по крайней мере, ты, видя в нем свойственное смертным небесчести божества, оно соделало славным и перстный образ, который из любви к тебе образовал нетленный сын. Конец цитаты. Братья и сестры, как часто я повторяюсь, если бы Иисус Христос был бы только человеком, он мог бы умереть только за грехи своих современников, но он не только истинный человек и истинный Бог одновременно, а божество, которое не ограничено ни временем, ни пространством, сообщило его жертве универсальные возможности. Он действительно взял на себя грехи всего мира, всех тех людей, начиная с первого человека, с Адама, до дней земной жизни Христа. Он взял на себя грехи всех тех людей, которые жили после его вознесения на небо. Он взял на себя твой и мой грех. Он взял на себя грехи тех людей, которые еще не родились, родятся и будут грешить в этом миру, если только Господь еще продолжит существование мира. Только Бога-человек, Христос Иисус, Сын Божий, мог совершить такое. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через него. Какие удивительные слова! Недавно мне позвонил один мужчина, ему дали мой телефон в храме Воскресения на Соколе, и я спросил, «Какой у вас вопрос?» И он сказал, «Я ищу справедливости!» Я сказал этому мужчине, «Вы не туда позвонили! Близко не подходите к церкви, если вы ищете справедливость!» Справедливость – это суд и наказание за грехи и преступления! А мы только что прочитали, какие удивительные слова! «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, судить по справедливости! Око за око, зуб за зуб, глаз за глаз, кровь за кровь, но чтобы мир спасен был через Него». Блаженный Августин в своем трактате на Евангелии от Иоанна пишет, «Стало быть, врач должен прийти, чтобы исцелить больного. Сам себя губит тот, кто не хочет соблюдать предписание врача. Спаситель пришел в мир, не потому ли он назван Спасителем, что он спасает мир, что он спасет мир, а не будет судить его». Да, но при этом мы знаем, что во Втором пришествии он придет судить мир. Но давайте вспомним, что он будет сходить в этот мир на облаках. И посмотрите истолкование отцов. Облака указывают на сон святых, но прежде всего на то, что суд Божий будет не без милости, а казавшим милость. Это для нас, живущих в России. Некоторые говорят, Россия – это Европа. Некоторые говорят, Россия – это Азия. Я всегда говорю, Россия – это Север. Для нас облака ничего хорошего они несут. А вот в том климате Святой Земли, Палестины, облако – это символ божественного милосердия. И Христос в пророческих видениях грядущий судить на облаках по истолкованию отцов – это суд не без милости. И действительно, мы знаем, на страшном суде будет выясняться только один вопрос. Там не будет экзамена по сравнительному богословию, догматическому богословию, нравственному богословию. Один вопрос. Был ли ты милости по отношению к нагому, голодному, жаждущему, заключенному в темнице, больному, ибо суд без милости не оказавшему милости. И вот эти слова «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него», они означают для нас, что тот же самый Господь Иисус Христос, Который пришел не судить нас, но спасать, Он же будет совершать свой суд над нами. Тот же, кто сделал все и даже невозможное для нашего спасения, Он же будет судьею. кто же сможет в день суда сказать «Это несправедливо», как иногда меня спрашивают, а какой смысл, что Христос умер за грехи всего мира, ибо подавляющая часть рода человеческого не сможет этим воспользоваться. Да, не сможет и будет вечно находиться в аду, но есть в этом смысл какой. Никто из обреченных на вечный ад не скажет «Иисус, ты не умер за меня! Иисус, ты не омыл меня своей драгоценной кровью! Иисус, я иду в вечный ад, потому что я не был предназначен к спасению вечной жизни». Христос пришел спасти мир. Христос говорит «Придите ко мне все труждающиеся обремененные!» Он призывает всех, значит, и тебя, и меня, но прийти к нему могут только те, которые ответят согласием на этот призыв. И далее говорится о чем-то очень таинственном. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Оказывается, верующий он не придет на суд в некотором смысле аллегорическом. Он не будет судим в некотором аллегорическом смысле, потому что верующий человек по полной программе получает уже в этой жизни. Ибо кого Бог любит, того и наказывает. И надо больше всего бояться, как я вам часто объясняю, равнодушия небес, когда совершив грех, преступление, предательство, ты не получаешь наказание сразу. На самом деле христианин всегда знает за что и почему он получает. Ибо кого Бог любит, того и наказывает. Суду начаться с дома Божьего. Об этом тоже говорится в Библии. верующий в него не судится, а неверующий уже осуждён. Что значит не судится? Уже наказывается. Уже в этой жизни. А неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. А если не уверовал в спасение, то он и не идёт путём спасения. Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Вот в чём состоит суд. Это наше отношение ко Христу. Верит человек – это уже оправдательный приговор. Не верит человек – это обвинительный приговор. Но суд же состоит в том, что свет пришёл в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Вот оказывается, почему некоторые так не хотят становиться христианами. Я неоднократно рассказывал такой пример. Когда я был мальчиком, мама сказала, обязательно вечером уберись в комнате. А я засиделся около телевизора, по-моему, показывали 17 мгновений весны, и идёт мама. Я быстро выключил свет и включил настольную лампу. И вроде всё нормально. Поправил одеяло, постелил покрывало на мамину кровать, сел, успев одеть на себя майку. Мама зашла, вроде всё нормально, но неожиданно она включила свет и во свете обнаружилось, что я ничего не сделал для того, чтобы исполнить её поручение. Люди не идут ко Христу не потому, что они слишком умные, не потому, что их философское мировосприятие не позволяет им прийти ко Христу. Единственная цель, почему люди не идут ко Христу, они возлюбили грех, а во свете Христовом обнаружите их грех. Оказывается, способным прийти ко Христу может только тот, кто, по крайней мере, не маскируется сам перед собою и называет вещи своими именами, почему Христос и говорит, первые в Царстве Божьем идут блудницы, мытари и грешники. У этих людей не было иллюзии относительно себя, а человеческая праведность, как сказано у пророка Исаии, как запачканная одежда. И мы читаем далее. Поступающий по правде идёт к свету. Это не всегда означает, что поступающий праведно. По правде поступает и тот, кто идёт путём покаяния, саморазоблачения. А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны, если это дела праведности, а если это покаяние, источником покаяния является тот же самый Бог, который пробуждает голос совести в нашей жизни. и далее мы читаем. После сего пришёл Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Иноне близ Салима, потому что там было много воды и приходили туда и крестились. Чему нас могут научить эти уточнения? в Силоме, ибо там было много воды. Это призыв крестить в полное погружение. Иначе какой бы ремес, какой бы намёк заключался бы в этом уточнении, там было много воды. Для окропительного крещения любого количества воды достаточно. А здесь речь идёт именно о полноценном крещении, как и обряд Микве считался совершённым в иудаизме только при полном погружении. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн ещё не был заключён в темницу. Чему нас может научить этот стих? И приходили туда и крестились. Если в вашем храме нету баптистерия, отправляйте их в другой храм, где есть баптистерии, и где их могут покрестить полным погружением. В своём храме, где я служу, я соглашаюсь крестить только маленьких владенцев. И обязательно в свидетельстве о крещении пишу «Крещён полным погружением». И подпись. И мы читаем о неком споре, который возникает. Тогда у Иоановых учеников произошёл спор с аудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему «Рави, тот, который был с тобой при Ордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал «Не я Христос, но я послан пред Ним, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха. Сия эта радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». В некотором смысле подобные слова скажет и сам Христос уже о своих учениках. «Дела, которые я творю, вы больше сотворите. То, что говорю вам на уши, будете проповедовать на кровлях». Далее. «Приходящие свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной продолжает свое объяснение Иоанн Креститель. А сущий от земли земной и есть и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его». То есть свидетельство Господа Иисуса Христа прежде всего было свидетельство о его небесном Отце. И вы помните, однажды апостолы попросили его, один из апостолов, «Покажи нам Отца, и будет довольна». На что Христос ответил, «Видевший меня видел и Отца, как же ты говоришь мне, покажи Отца». Иисус приходит во имя Отца. Цель его проповеди – раскрыть подлинные намерения Бога Отца относительно нас, показать характер Бога Отца. И самым ярким свидетельством Евангелия об Отце – это слова, которые мы сегодня прочитали, «Ибо так возлюбил Бог мир». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». В конце концов, от избытка сердца, говорят уста, сказано в Священном Писании. «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним, имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему радостью радуется, слыша голос жениха, сията радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться». Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли, приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. Принявший его свидетельство, Сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слава Божие, ибо не мерой дает Бог Духа, а отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Это то, что мы уже прочитали выше. Неверующий уже осужден, а верующий уже наслаждается благостным общением в Боге и с Богом, как апостол Павел однажды воскликнул во Христе Иисусе мы уже посажены на небесах, одеснуя Бога Отца. Итак, возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодня мы читали вместе с вами третью главу Евангелия от Иоанна, в которой содержатся великие духовные тайны и наставления. Продолжение следует...